Президентского гранта удостоен и проект Муромской организации ветеранов Чечни военно-спортивного клуба имени Саплина. Его создатели получат около 600 тысяч рублей. Сам проект называется «Мы за чистую Россию» и направлен на защиту и сохранение окружающей среды. Подробности у Анастасии Беловой. Помогать своим и направлять молодежь. Организация ветеранов чеченского конфликта существует в Муроме уже два года. Сегодня насчитывает порядка 50 человек. Создавалось объединение с одной простой целью. Помочь участникам той жестокой войны жить мирной жизнью. Основные цели были направлены при создании нашей организации на поддержку, укрепление ветеранской дружбы, консолидации ветеранов, инвалидов, боевых действий, медицинской и на и другая помощь. Когда поставленные задачи стали решаться, было принято решение создания нашей организации молодежного актива. Вместе с юными участниками организации военно-спортивным клубом имени Саплина был разработан проект «Мы за чистую Россию». Теперь защищать будут водные ресурсы от экологических угроз. Наше направление – это развитие молодежи чувства патриотизма, защиты и сохранение окружающей среды, экологии. Сам проект будет реализован в следующем году на территории национального парка Мещура. Участники, как молодежь, так и ветераны, займутся очисткой реки Пра. В 2012 году клуб там был. Мы уже работали по очистке верховых завалов на воде. Но это не принесло много пользы. И вот было принято решение организовать проект и получить государственную поддержку на то, чтобы уже заняться более серьезными делами, то есть разборкой подводных завалов. Для этого и потребуется грант. На его средства приобретут необходимое оборудование и снаряжение, в частности водолазное. Будет разработана и отличительная символика для участников проекта. Кстати, успех муромлян отметили и в регионе. В пятницу один из создателей проекта, Эдуард Борисов, получит награду во Владимире. Анастасия Белова, Олег Сиротинский, Новости Муром.